Здравствуйте, дети! Сегодня мы хотели познакомить вас с историей чудесного королевства розовых паней. Тьфу, не в ту сторону понесло. Бобра во времени суток, господа! Меня зовут Бобрёнок Бобрый, я соавтор сей шедевра. Я помогаю моему лучшему другу Снежку. Ну, почти. Чёрт! Сегодня мы хотим рассказать необычную историю одного героя Бутмуна. Благодаря этому благородному рыцарю придётся пережить множество приключений. Так что, чел за экраном, прошу, щёлкай дальше, смертный! И да, хотим добавить, что мы не несём ответственности за арты, которые мы нашли в гугле. Считайте, что эта новелла создала сама себя. Мы тут просто чай пьём. В типичной российской коммуналке. Он реально такой... Снежок. Ё, Снежок! Факин щит, мазафака! Дя, пошли танцевать! Эм, снег? Так, прекрати краску курить! Зи, ся! Зацени, там шва и снихона в альбах танцуют! Я к ним! Мм, да. А когда краску курю я, меня обычно так сильно не штырит. Ну да ладно, надо бы начинать. Пока Снежика не так сильно укурила. Выпихивает Снежика в пустоту. Короче, была одна такая вселенная, короче. В ней было четыре мира, на один из которых мы сейчас обратим внимание. Кстати, шкаф офигенный. Личность маме. В нем проживало шестьсот шестьдесят шесть милых розовых поняшек. Бравый бутмин в количестве один штук и одна принцесса. Назывался мирок этот резиденцией розовой поняшность. Если вы при слове принцесса представили себе милую и беззаботную тянь в розовом платье, то у меня для вас плохие новости. Она была совершенно не такой. Это, ну, Гитлер в юбке, короче. Синеволосая бестия с короненной башке. Но несмотря на такую бестолковую принцессу, в мире есть герой. Его имя Бутмин. Святые пельмешки. В его мышцах столько бобра, что любой бы побоялся встать против него. А еще он пьет чай с одной ложкой сахара, как настоящие мужики. Тем временем в замке. Итак, познакомим вас, юный читатель, с принцессой сего мира Романой. Здрасте. Она является полноправной представительницей резиденцией розовой поняшности и сторонником бога пиццы. Хм, я бы такому поклонялся. Я бы такое укусила. У нее есть довольно много друзей-сторонников пиццы, с которыми они довольно часто собираются и играют в пиццо... Что? Пицокер? Это как? Как покер, только пицокер. Никогда не пробовал играть в покер-пиццей на ногах. А еще она довольно забавная девчуля. Вроде. А сейчас у нее время для сна. Автор всем сердцем желает ей спокойной ночи. Ах, пора уже спатьеньки. Романа была направилась к постели, как задумалась над одной вещью, что мучает ее мозги уже который год. Ух, блин. Папа будет не слишком рад тому, что его дочь любит больше пиццы, чем принцев. Только пусть попробует возразить что-то против бога пиццы. Я ему... ПИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Теребение, что? Ну это как теребение, только теребение. Я бы подумала про терпение. Надо было назвать его цветочек воздержания. С этими словами она наконец переоделась в пижаму и леглась спать. Только ей приснился бог пиццы, что обещал ей вечное спокойствие, как вдруг... Тук-тук-тук. Девчонка резко вскочила с кровати и подошла к окну. Чего? Тук-тук, мазафака! Что за любезнешное чмо стучится в окно посреди... ночи? На фоне ночного пейзажа показалось нечто. Я луна, ок, да? Привет, моя любовь! Она схватила представительницу за руку и потянула к себе. Э-э-э? Ты будешь только моя. Кря-кря-кря. Кирири. Спасите! Спасите же кто-нибудь! Итак, следующим утром в квартире Бутмена. Представляю вам нашего героя Бутмена. Он единственный нормальный персонаж в этом мире. Для него весь капсдец уже норма. Какой прекрасный чай, однако. Да я... да я сделаю его. Ты хочешь Бутмена? Ну ладно, упарываться до конца. Какой прекрасный чай, однако. Положу одну ложку сахара и все будет... А вы что думали? Что герой матерится? Ага, фигушки-оладушки. Автор заколебал вставлять свои несмещенные шуточки после каждой моей фразы. Воу-воу, братиш, полегче. Я уже ухожу. Фух. Это просто прекрасно. Наконец-то я смогу выпить спокойно чаю. Поскольку Бобренок ушел есть арбузик с горя, а Снежок укурен в маленькую яблочную птичку, то теперь опять придется рассказывать мне. Никому. Бутмин сидел и спокойно попивал чаек, когда в окно резко влетел его давний знакомый. Человек-кассир. Если непонятно, Человек-кассир является весьма специфичным персонажем, которому лучше не навязывать своего мнения. Но не любит он его. Кстати, пакетик надо? Эй, Бутма! А двери для кого? Двери для слабаков! Мы же продаем только качественные товары. Эм, что? Человек-кассир промолчал с минуту, а затем снова начал аж сиять. Его укуренная улыбочка заставила по ней орать в бешенстве. Я к тебе это, поручение принес. Бутмин аж впал в тлен и успел выплыть из него. Что же такого страшного ты припас мне, кассир? Да, ты смотри, больше не Бутмин. Бут Слоу. А нормально объяснить не судьба? Человек-кассир ехидно заржал, как конь. Охо-хо-хо-хо! Эх, короче говоря, принцессу скомуниздили. Угадай, на кого повесили. Ладно, уговорил. И что, мне теперь надо идти и спасать эту фигню с синей волоснёй? Эм... Эм... Хитруя задница. Ну, ничего с этим не поделаешь. Надо идти на выручку. Человек-кассир с облегчением вздохнул. Спасибо, что понял. Спасибо за покупку. Приходите ещё. Эм... Что? Да, ничего. Спасибо огромное. И он удалился, пробив ищу. И вторую дыру к стене. Опять зарплаты ждать. Опять он что-то себе под нос бурчит. Встав, поставив чашку в раковину и выключив ноутбук, герой направился искать носки. Какое, однако, это дьявольское изобретение. Носок. Один вроде есть. Но вот второй. Его найти труднее, чем нужную пикчу в своей папке. Выйдя из дому, он отправился по тропинке фантазии к телепорту. Бутмин, а ты скоро вернёшься. Мы будем ждать тебя. Я постараюсь сделать всё настолько быстро, насколько можно. Панчита. Сказав это, наш герой зашёл в портал и... Так хотел сказать, в портал. И исчез вихри разноцветных красок. Это Панчита. Это с рогом. Его тело будто разобрали на тысячи маленьких пикселей. Ну офигеть теперь. Сделали из новеллы игру на РПГ-мейкере. Ну, в общем, Бутмин телепортировался. Акт первый. Просветление. Слушай, Диабло вспомнил сразу. Нашего героя выбросило неясно где, то есть в мире человеков. Ты что? Я бы так жил. Это весьма странное место. Здесь население рождается ради того, чтобы пойти в садик. Заканчивает садик ради школы, школу ради университета, а университет ради работы до пенсии и смерти. Но автор не жалуется, привыкли уже к такому течению жизни. Но Бутмен, который родился в другом мире и спасал свою бородатую жизнь розовых паней, не очень к этому адаптирован. И поэтому нам его немного жаль. Вам тоже надеюсь. Город пестрил яркими вывесками. Они были весьма интересны, но бессодержательны. Например, это. Кафе у хипстера. Скорее всего, они просто сделали дофига ошибок в слове лобстер, но решили плюнуть на все это и не заморачиваться. Эммм, резко сменился пейзаж, стало довольно пусто. Бутмен попал в типичный мухасанский дворик. Где моя розовая свинка? Где моя будка? Где моя тянка? Почему у нас все не так? Довольно резкая перемена, если учитывать такое обилие вывесок и магазинов на той стороне улицы. Однако это даже весьма неплохо. Эмм, во дворе было довольно много людей и бабулек. Не обращая внимания на это, наш Бутмен направился к подъезду. Сейчас, возможно, будут фотографии, ибо нам было очень лень что-то рисовать. Отпустить ленивым или нет, решать вам. Нам как-то пофигу. Итак, наш герой направился к нему, к месту, где происходит половина из всего криминального в жизни России. В типичном российском подъезде. А здесь довольно стремно. Смотри, цензура, какашки замазали. Проходя и вместе с тем аккуратно осматриваясь, Бутму увидел шедевральную роспись на всю стену. Я больше увидела слоника в углу слева. Да-да-да, слоника похоже на мозги. Укуси меня, Жаки, за пятку! Это надо непременно убирать! Только герой достал розовую тряпочку правосудия, как к нему направились джентльмены. Эй, хлебушек, ты чё? А? Бутмин быстро убрал тряпочку в кармашек. Ты чё красоту стираешь, а? Или ты по голове получить захотел? Ты что, что ли тупенький? Да не, ребят, я уже... Мы же так стали... Ванёк, не плачь, всё хорошо. Тут два джентльмена страстно целовали. Да ну вас всех! Запыхаясь, наш герой быстро поднялся на этаж выше. К сожалению, даже авторы не знают, какая в этом подъезде нумерация. Маляры забили на это дело, и поэтому придётся пользоваться интуицией. С вами шоу Битвы экстрасенсов, и его ведущий Пахом. Нет. С вами шоу Битвы экстрасенсов, и его ведущий Пахом. Надеюсь, никто не прикроет нас за немалою помощь Бутмину. Итак, пробежав кросс подальше от Гомогеев, наш товарищ Гомо... Кэм... Бутман оказался на нескольких этажей выше. Осматриваясь, он снова завидел шедевральные надписи и услышал схлибы. Хнык, хнык. Персонаж нашей новеллы поднялся ещё на этаж выше и увидел это. Это была девочка, которая сидела на грязном бетоне. Это ревела, размазывая по смазливой мордашке туши под водку. Хорошо, что у этого была чёлка до подбородка, и ничего не было видно. Эх, никто меня не любит. Позвольте барыне узнать, что же с вами такое приключилось? Да вот, понимаете, меня парень просил. Каков нахал. Скажите же мне его имя, и я разберусь с ним. Где детонатор? Попчик. Окей. Слушайте, а может, на чайках зайдёте? Да я, в общем-то, и не против. Девушка встала, утерла последние сопли и направилась к квартире. Открыв двери, она впустила героя в собственную однушку. Проходите, не стесняйтесь, им это свои. Суга. А тем временем, Бутма прошёл в комнату. Завешенный коврами и плакатами, комната больше напоминала рассол для пьяного перфекциониста, но никак не комнату Эмма. Ковры, плакаты, стол и старенький компьютер. Именно компьютер и привлёк нашего героя. Подойдя ближе, он начал рассматривать каждую вкладку. Ммм, киски. Официальный сайт Ронеток. Гугл-переводчик. Страница ВКонтакте. Ничего не... Памка не думала, что это девочка. На страничку глянь. Ты думала, что это девочка? Насколько ты наивен. Я наивен. Ничего интересного. Эээ, погодите. Так это... Так Эммочка это... Мужик! Глаза у Бутмена полезли на лоб. Он успел принять новую веру, отрастить бороду и с бешенством выдрать её. Ой, евреи зелёные. Сказав это, нашего персонажа понеслось с квартиры прочь. Странный какой-то. Бедный парень... Бедных парней пугается. А пока милая пауза. Крэлэк. Крэлэк. А вам нравятся пиксики? Мне больше носки по нраву. А как начать кактусы? Вы любите трусы? Вдруг на вас нападет лонтик? Сметанки? Пельмени холодные? Почему я курю кисточки? А, чёрт знает. Всё, с паузой закончили. Продолжаем дальше. Летя со скоростью школьника с поносом на перемене, Бунтова позвонил в первую попавшуюся квартиру и попросил открыть. Пожалуйста, откройте! Я не хочу оставаться с этим странным существом один на один! Дверь открылась и... Снежок пере... Чё? Бобрёнок знатно прифигел. Слушай, Снежок, а укуренность это заразно? Когда я лазил за носками в тумбочку, на меня прыгнула Нокия. Кажется, я его тоже вижу. Простите, конечно, но я ищу укрытие. Вы кем будете? Никогда бы не подумала, что мне прикурится мой же персонаж новеллы. Мы со Снежком, авторы твоей истории. Снежок, странный коп, который пишет всё, попивая чай из волшебной страны фиксиков. А я, бобрый коп, ибо я няша. Всё сразу так стало ясно и понятно. Даже сейчас мы сидим и обдумываем то, как мы сидим. И обдумываем то, как мы сидим, и обдумываем то, как мы сидим, и пытаемся успеть на микрорино. Ибо эта ленивая падла ничего не сделала, а теперь обкурилась и бредит. Послушай, ты видел фиксика? О, нет. Бобрёмок ушла заранее куда подальше. Бутмин, лучше спасайся. Я стоял, короче, в подъезде, деколором от краски, а у меня фиксик пирожок стащил. Синенький такой фиксик в ржавую пятнышку. Понятно. А я за ним, а он от меня обижал. Тогда я села на гигантского голубя-медведя и поплыл за ним по небу. Дельфинчики играли свадьбу на похоронах, а я плыл за фиксиком. А потом я такой ему и говорю, ты шо такой дерзкий, как фиксик. А он мне, я и есть фиксик. И улетел, как тапочек. Я даже и не успела гуся сфотографировать. Тоша это, не слушай его. Это моё. Он просто не в себе. Это моё. Видя, пошли лови совы гуся на солнечные огурчики. О, святой бог пиццы. В следующий раз буду выбирать напарника трезвее. Эх, нашёлся бы тот, кто в магазин бы сгонял. Ну, смотря зачем. Девчуля немного поразмыслила, а затем сказала. Ну, было бы неплохо, если бы ты посетил наш местный магазин, всё по тридцать тысяч восемь. Как ясно из названия, экономия минус девять тысяч, но зато там продаётся нужная мне вещь. Бобр сделала лицо попроще и вытолкнула снежика за кадр силой мысли. Купи, пожалуйста, шампунь-палмоливка с рассолом. Он отлично помогает снежику успокоиться, а мне нужен спокойный снежок. До конца срока осталось очень мало времени. Да фигня вопрос, только вот денег дать тогда куплю. Эммм, подумай получше. Если ты не хочешь исчезнуть, то возьми свои деньги и пойдёшь спасать свою задницу. Ибо ты не сможешь существовать без снежика. У него ж в конце концов рэн-пай не лагает. А если мы не напишем твою новеллу, то ты никогда не появишься и не выпьем чаю с поняшами. А вот за поняш обидно было. Ладно, так и быть. Рассказывай, как проехать. Вдохнув побольше воздуха, девчуля начала траторить. Короче, выходишь из подъезда и идёшь к остановке. Ждёшь 410 автобуса, садишься в него и спокойно едешь. Потом выходишь из автобуса ножками топ-топ, тихонечко идёшь и профит! Вывеску магазина можно увидеть издалека. Ты просто посмотри внимательно и быстро найдёшь. Окей, понятно. Желаю удачи, пионер! Наш герой вышел из квартиры и медленно спустился вниз, аккуратно проходя мимо квартиры челкаря и мимо лижущихся джентльменов. Его единственной целью теперь было покорение остановки. Чем быстрее я куплю шампунь бессовестному автору, тем быстрее меня перестанут мучить. Наконец автобус подъехал. Бутмар залез в него и уселся на удобное место у окна. Только он успел вздохнуть, как вдруг... Передайте завтра ест, епт. Вот, держите. А поменьше чё, нет, что ли? Совсем же. Деньгами кидаются, как будто богатые вообще. Вот когда я росла, у нас денег даже на хлеб не было. Эээ, уговорили. Найдя заветный полтинник, Бутмин предложил его кондукторше, а Таплюя сдала ему билетик. Чтоб ты сдох. И вам того же. Остальная часть поездки прошла без происшествий, поэтому мы пропустим это всё одним щелчком. Теперь Бутмин у магазина. Ну разве не круто? Здорово быть рассказчиком. Ты можешь сделать, как хочется тебе, лишь одним щелчком. Даже так. И мне опять заново всё начинать? Да не, Бутма, спокойно. И вот, снова наш герой в магазине. Он рассматривает шампуни. Хм, не тот. И снова не тот. Отца запахом няши. Я тоже понюхала бы. Ммм. Ну, теперь в самый раз. Бутмин направился к кассе. Здравствуйте. Что? И тебе привет, Бутмин. Ты что тут делаешь, кассир? Ты не поверишь. Работаю. А ты вижу, как с шампунем. Скидочку сделать? Какого рыжего комика ты им скидки делаешь? Ну ладно, уговорили. Нашему герою шампунь продали за 30 тысяч 799. Экономия? Выйдя из магазина, Бутмин решил посмотреть, что такое он купил. Ммм. О! Не успев полюбоваться на покупку, он потерял покупку. Азазазаз! Я так и думал! Отдай мне мой шампунь назад! Зеленый волосый лох! Дай-ка подумать! Нет, Азаз! И Жакей убежал с заветной бутылочкой. Так как мы не очень любим сы... сьюшек, мы заставили нашего Бузмина стоять как столбик. Девятый столбик на центральный. Неправда ли шикарно? А пока переместимся как к нормальному автору Бобренку. Бобренок решила немного прогуляться по парку, Вспомнив былую спокойную жизнь Ибо работать с укуренным снежком не очень-то хорошо Дома постоянно воняет краской Постоянно оры и укуренные видения этого второго автора на вулбы По идее Бобрёнок вообще-то хотел другого Но странность снежка в силу страшной И потому противостоять она не могла Идя по аккуратной улочке Наша нынешняя героиня увидела Жакея с бутылочкой полмоливки Эй ты Ух ёпт Откуда бутылку стырил, идиота кусок Ну пони за три копейки купил Хм, я уже заранее знаю, что это ты её стырил И потому я сломаю тебе ребра А зачем тогда было спрашивать? Я не знал о какой фразе ты ответишь на мой вопрос А теперь Ахтунг, насилие и жестокость Мы вырезали эту сцену Дабы не обидеть вас тем, что Бобрёнок сломал Жакею правую пятку на левом позвоночнике Мы снова возвращаемся к бутме Уже прошёл час А он всё стоял Стоял как столбик, прямо как мы и писали ранее Правда вот, он совсем не знает, что делать в таком случае Шампуня нет, денег не осталось на новый Придётся ехать домой к авторам и просить прощения Он сел на автобус, отдал последние 50 рублей И поехал Чух-чух-чух-чух-чух-чух Вот и доехал, короче Вышел, пошёл к дому, грустно вздыхая Ничто не пугало его теперь Не, мы там свести, то подъезд они джентльмены, что сидели на скамеечке неподалёку Поднявшись на заветный этаж, он увидел, что Дверь распахнута настишь Что такое тут случилось? Неужели они двери за мной не закрыли? Пройдя в квартиру, он никого не увидел Лишь записку на шкафу И как она могла так спокойно оставить этого раздолбая в одиночестве? Так она и поди двери не закрыла Просто я тут ничего не вижу Или правильнее сказать Никого Пока Бутмин размышляет над правильностью, мы немного поиграем Игра не смотри на петуха, ты проиграл Никто меня не уважает Я, между прочим, на пятёрке в школе учился Ну всё, поиграли и хватит Пора за работу Вновь вылетая из подъезда, Бутмин задумался Он начал думать, где может быть непутёвый снежок и где может быть принцесса Ну, была не была Эм Где-то тут стоишь Прости, вы не знаете, где? Ну Ницо не знаю Китаец свалил, оставив Бутму одного Вот засланец Монами Простите, мсье Вы видели? Может, вы сходите в кафе со мной, монами? Нет В этот раз Бутмин бежал как мог Вот Я даже разговаривать с тобой не буду Я спешу Обойдя весь мир, герой наш ничего и не нашёл У него здорово нагрелась попка И поэтому он решил вернуться в квартирку авторов Возможно, Бобрёнок уже пришла Он оказался прав Гопсади Теперь миру одна большая задница Гопсади, гопсади Как я могла быть такой бестолковой? Успокойтесь Всё будет не так уже плохо Я надеюсь И что нам теперь делать? Теперь я не могу знать, что будет дальше Кажется, я знаю, куда может пойти снежок И куда же? Например, в сортир Для начала мне бы немного подкрепиться, знаешь? Да не проблема Тебе чего? Желательно бы чаю И вишнёвый пирог Если сгенерируешь мне пирог, я с тобой поделюсь В нынешнем мире ничего не могут сделать Держи Силуя волшебных паней, наш Бутма смог сгенерировать пирог Надо было тебе сделать моим напарником, а не снежка Возможно, я должен был быть счастлив Итак, сейчас Сила радужного рыцаря! Из-за вишнёвого пирога наш почти сьюшный герой Бутмин эволюционировал Как покемон, не находите? Сейчас не время для шуток, никто Вас понял Схватив за руку Бобрёнка, как эпичнейший герой человечества Рыцарь призывал своего коня Полетели, Иннокентий! Корлык Я улетаю! А ты улетаешь? Мы все улетаем Держись, ёпрсты! Да держусь, я держусь! Ветер вдул в лицо? Вдул А ветер в жопу дул, ветер в жопу дул, геморрой надул Ветер дул в лицо и играл со сверкающей лысиной нашего героя Ветер, клеопадла, чей моих! Ты чё тут забыл? Для эпичности меня малили, дорогуша У меня у самого отпуск Ммм, ну ак Не мешайся только, окей? Окей И летели они дальше, и ветер не бил им в рожи Мне кажется, или никто оборзел Ничего, натравим потом на него Годзиллу Не надо, Плус Окей, я буду молчать Не, не надо Не шути, только Плуск Замётано И говори тише Ну что вы, как нелюди, да? А кто новеллу рассказывать будет? Устройся в какой-нибудь визуальный мультик для пятилетних Тебе поможет Спасибо, Бутма И ушёл наш дорогой Никто, искать себе визуальные мультики Если вы хотите ему помочь, то позвоните на номер 999-9000 Серьёзно, 999-9 и скажите Аллах Акбар! С несмешными шутками покончено продолжим Скакали они по небу ещё долго Наконец Бобрёнок нарушил омолчание Кхм Она нервно оглянулась Слушай, можно я проверь кой-чё? Ну ладно Как хочешь, в общем-то И радужный рыцарь опустил бравого голубя на землю У тебя полчаса на всё Мы долго не выдержим Замётано Быстро соскочив с птицы, Бобряшка скрылась в кустах Пройдя чутка, девчуля осмотрелась Полянка на которой не было практически никого и ничего Лишь где-то там далеко-далеко было весело Ну, судя по радостным танцам и песенке с незамысловатым текстом Однако я думаю, что знаю это место И правда Девчонка подошла к скрытой в листве маленькой церквушке Простояв и поплевав на травку, вспоминая походы Лунтика Бобрёнок обратилась к кому-то Иисус, явись ко мне, лосова святая! Я подумала, что это джигурда И как по мгновению А потом присмотрелась И правда Иисус, да? И как по мгновению волшебного китайца В платье появилось из ниоткуда Десала с ликом Иисусим Что тебя привело сюда? Небось опять Снежок покинул дом Находясь в непристойном состоянии Ага, это так И ещё одно Что же именно? Мы потеряли принцессу Но из волшебного королевства И нам надо её найти Иисус задумался, почёсывая бороду Хм, а сколько он выкурил? Ну, друг твой Целую банку розовой краски Вернее, у меня стырил Ищите их там, где случаются странные Я больше ничего не скажу, курлык И сказав это Иисус удалился обратно к себе, напевая О боже, какая церковь Я хочу от тебя Лик святого Бобрёнок в свою очередь Вернулся обратно Ты где была? Иннокентий успел насчитать Сто тысяч лунтиков Пока ты в кустах стояла Мда так Появилась эта Из Винкс Она была Слушай, я кажется знаю Куда нам надо переться Принцесса со снежком в вашем мире И потому нам надо срочно идти туда Откуда такие подробности? Бутман допил свой чай И выкинул чашку на траву Секреты фирмы Не стой, погнали Ладно, ну ладно Рыцар усадил Бобрёнка на голубя Сел сам спереди И они полетели Отбрасывая тень на всю землю А Иисус подбегнул Бобряши Сидя на дереве В резиденции Розовой поняшности А теперь куда? Лети в никуда, Бутма Это что? Намеки на безысходность? Понял ведь, гадина Ладно Направляйся к замку И как можно скорее Окей, окей Они скакали настолько быстро Что у пятерых пани Случился сердечный приступ Из-за эпичности Теперь в королевстве 661 поня Печалька Они вырвались во дворец И стали обыскивать комнаты Но не нашли ничего Нужно идти в тронный зал Откуда такая уверенность? А вот тут я честно не знаю Где детонатор? Скорти где Мчонку за руку Рыцарь погнал в зал И увидел А у вас где Гурдини? Ух, ёпт Бородатый злодей Быстро спрятал Доширак В карман и засвистел Фью-фью-фью-фью Что ты тут забыл? Джигурдини Я тут Мечики жую Да нифига подобного А пока рыцари Джигурдини ругаются Бобряша нашла снежка Тот сидел и смотрел на все это Внимательно оценивая Снежок Чё? Ты что тут делаешь? Мне новеллы писать надо И потом я заранее тут сидел Логично Но почему один? Почему меня не предупредил? Потому что надо было вставить Собо с леком Иисусем А вот мы верят Принцессу Селестию И да Я сейчас не укорен Так что давай сидеть Тихо и наблюдать Окей И они сели в уголке Внимательно уставившись На дальних врагов Ты как будто умный ботмен Смотришь своих детских коней Окрашенных в разные цвета Я сейчас коня рожу Встречу Изображу этот гон Может мне попытаться? Давай Мне из-за твоей халатности Денег не платят И потому я пришел С коммуниздить доширак Нет или нет Или нормально Мог попросить мужчин Давай фразу через фразу За джигурда Так Подождите-ка Что ты сказал про пони? Детские мультики Про цветных коней С психическими расстройствами Всем трындец Ага Смотрим отсюда Авторы покинули замок Построили себе бункер За пять секунд И спрятались в нем Теперь ожидаем Только кобздица Однако ты прав Герой поднял трон И кинул стену Охо Титки-увидьки Тяфу Не то Сегодня мы смотрим В завтрашний день Упс Я тебе покажу Детский мультик Взрыв попы Бутмина Было слышно Даже на Нибиру Как только он опомнился Он подошел к бункеру во дворе Открыв и найдя Ржущих до полусмерти авторов Он поинтересовался А принцесса? Где она? Где принцесса? Прости Бутмин Ее нет в этом замке Спасибо Бутман А принцесса в другом замке И звук. Оргар-гар-гар-гар-гар-гар. Что это такое? Второй взрыв заденький. Какая печалька. Итак, всем спасибо за внимание. Хоть это и сырой проект, мы так рады, что всё это кончилось. Снежок сможет, наконец, высваться и спокойно выпить чаю. Кому же это посвятить? Наверное, вам, дорогие читатели. И отдельное спасибо ребятам из... Снежок бы ни черта не сделал, если бы не вы. Всем счастья и добра, до свидания. Визуальный мультик сделан специально для конкурса Микро Рено 2014 До свидания До свидания Ну и что, как тебе? Ну, весьма упоротно Они просто Слили Принцессу Нахрена они вообще ей изначально показывали Или я потеряла сюжет Это повод показывать новылу дальше, наверное, был, да Ну, как бы Без неё-то Бузмин бы никуда не пошёл Говно в подъезде Отсылка к зелёному слонику такая А, ну Мне кажется, он там же слоник Он был серый Ну Просто говно замазали Так что не важно Ну, у каждого просто, наверное, свои подъезды У меня-то просто первая ситуация, что он должен был быть описанным Ну, я вообще чистый Я не видела ничего жёлтого Надо будет авторам, да, идейку подкинуть Я думаю, в следующий раз Нам вообще в подъезде не протолкнуться, не пройти Хотя джентльмены порадовали Тема с Эммочкой напомнила мне другую новеллу Позже вспомню название, но она тоже Типа Ты играешь от лица гопника Выходишь в подъезд, там встречаешь Эммочку Решил с ней замутить Короче, это оказался мужик И концовка такая Пацаны не поймут Ну так правильно Хотя, один раз Один раз Да-да-да Второй раз друзья поймут Третий Примут И пойдут Просто таким, как есть, примут Ну что ж На этом заканчиваем прохождение этой упоротой истории про радужного царя И увидимся в следующем видео В следующий раз В следующий раз Гуртинка Аж зас Гуртинка